Зашел некий хмырь, представился, как я представляю ФСБ, едем в аэропорт, это обмин. Куда, чего, узнайте потом. Ну, я ему в ответ, в общем, сказал все, что я о нем думаю, и он заткнулся. Они уже понимали, они нам ничего сделать не могли. Обменяли плохих русских на хороших русских. Вот правильно ли это? Мы же прицепные вагоны к паровозу. Хорошо, что нас прицепили, да? Но меняли не на нас. Сейчас любой политзаключенный получает кучу писем, люди не боятся. Для них очень важно понимать, что то, что они делали, и в конце концов их выбор, это не зря. И что с волей есть им поддержка. Делай, что должно, и будь, что будет. Как вы узнали об обмене заключенными? Что происходило в тот день? О том, что будут обменивать, я узнал в день обмена. Ну, вернее, несколько предыдущих дней были заняты у меня в уме по расчетам. А что же это такое? А зачем меня сюда, в Лефортово, доставили? А почему меня в Лефортово держат, как вот в каменном мешке? Да, то есть закрыли в камеру один. Никаких проверок, как бы в обычном СИЗО, да? Выйти из камеры, проверка. Ничего подобного. Только открывается кормушка, дают поесть. Собственно говоря, все. Больше никакого общения. Ни вывод на прогулки, ни вывод помыться. Ничего вам не положено, библиотека вам не положена. Ничего вообще не положено. Вот сидите и молчите. Ну, и, понимаете ли, Лефортово, особенно СИЗО, я-то прибыл из нормального СИЗО, где там по ночам активное общение между разными хатами, где и через продол, ну, коридор, да, там, общение между камерами. И тут полная тишина. Полная с утра до вечера тишина, ничего нет. Поэтому, конечно, крутится в голове вопрос, ну, а что происходит? А почему это тут? Среди многих вариантов был и вариант обмена, да? Ну, я, скорее, для меня было приоритетно, что будут возбуждать новое уголовное дело, а сейчас выдерживать, чтобы занервничал. Понервничал, понервничал, и потом тебя вызывают уголовное дело. Либо там пиши помиловку, либо что-нибудь еще там, не знаю, выбор. Собственно говоря, у меня уже было написано на двух листочках заявление о нарушении моих прав на имя Москальковой, уполномоченной по правам человека, и на имя прокурора Москвы. Я все описал, я требовал встреч с адвокатом, мне уже было сказано никаких контактов с адвокатами. Я говорю, это вообще как с точки зрения закона? А никак, неважно, никаких встреч. Ну, вот я пытался при первой возможности отдать это, а отдать-то некому, потому что открывается кормушка дежурный, дежурный говорит, это не моя задача, доложу начальству, просто некому отдать. И вдруг открывается дверь впервые за это время. Дверь, я уже слышу, дверь сейчас открывается, не кормушка, а дверь. Поэтому я хватаю эти листочки и жду, вот он сейчас кто войдет, ему в зубы, это значит, засуну, пожалуйста, возьмите. А входит человек в форме, он не представляется, говорит, вот ознакомьтесь с бумагой. Не дают в руки? Прочтите. Ну, там это постановление о прекращении ответственности в связи с чем? Я говорю, это в связи с чем? А вы читайте. Значит, это указ президента. Помилуй, указ президента помилуй. А я говорю, я же не писал. Писал прошение. Ни ко мне вопрос, ничего не знаю, вот распишитесь. А я говорю, и тут расписываться не буду. Хорошо, я напишу, что вы отказались. Ладно. Так говорю, а на руки-то дадите это, в конце концов, там, сейчас, позже? Да-да, позже, позже обязательно. Наврали, ничего не дали, ни мне, никому, никаких документов об освобождении, об ответственности. И вот тут, когда, говорят, потом собираться, и мне приносят, приносят снизу вещи, у меня при поступлении в Лефортово практически все вещи, ну, за, там, не знаю, мыло, зубная паста, шампунь, мыться в тазике в камере. Вот в тазике в камере будете мыться, другого варианта вам нет. Вот ничего не было, да, и друг мне приносит вещи, мой рюкзачок из коптерки, переодевайтесь в гражданскую, как они сказали, одежду, а там роба, они дают роба. То есть все, белье, носки, там, все это ихнее. Вот, ну, значит, переодевайтесь и с вещами на выход. И вот тут, наверное, у меня как бы сложилось уже впечатление, что это не этап куда-то, и это что-то вроде обмена. Потому что на всем пути следования выстроились, ну, как мы считаем, что это, наверное, спецназовцы ФСБ. Хотя кто их знает, кто они? Ну, какой-то спецназ в масках. Вот буквально на всем пути следования до лестницы, по лестнице, внизу, перед выходом их куча, представьтесь. Ну, я изумляюсь, думаю, ну, это не в отношении, а ради меня же их всех выстроили только. Значит, кого-то еще ведут, это очевидно, это значит какая-то группа. Вот тут у меня, значит, наверное, похоже, что вот эта фантастика, которой ему не верил никто, про обмен, может быть, она складывается. Ну, когда я выхожу на улицу, не понимаю, они же ведут еще там назад куда-то там. Я говорю, куда идем? А вот прямо-прямо там к автобусу. Все, автобус, извините, не автозак. Ну, и тем более я вижу этот автобус, такой туристический автобус. Очевидно вполне, что да, да, вот эта фантастика с обменом, похоже, состоялась. Захожу в автобус, и вот так вот вижу первую Сашу Скочеленко. Я с ней лично не был знаком, но Заочин, конечно, знаком. И она меня узнал, я ее узнал. Привет, привет, там, тут Андрей Пивоваров. Вот, и мы, значит, пожимаем руки. Они еще пытаются руки не жать, садиться сюда, не разговаривать с спецназовцами. Значит, каждый из нас сидит у окна. Тут каждый сидит или тут, значит, спецназовец. Водит новых людей, и я думаю, еще, ну, тогда Володя Калакар-Мурза должен быть. Вот, и вдруг я вижу, его поднимают, Володю. Вот это, правда, была радость, потому что я очень боялся, что Володя, как личный там, условно говоря, враг Путина, его исключат из-за замены. Замечательно. Потом Вадим Астанин, я видел, значит, его из ФБК, значит, заводят. Первое, что мы начали, вот прямо Саша передо мной сидела Скочалинка, мы с ней начали говорить, перекидываться, а кто здесь, кто здесь там? Илья Яшин оказывается где-то там спереди. А где Алексей? Это первый был вопрос Горинов. А Горинов тут, а его нету. И вот тут между нами начались. А почему нет Горинов? А где он, что? Эти спецназовцы пытаются говорить молчать, не разговаривать. На меня какой-то наехал, типа, я же говорю молчать. Будешь говорить, значит, еще болтать здесь, на тебя наручники нацеплю, взвоешь. Ну, я ему в ответ, в общем, сказал все, что я о нем думаю. Вот. И он заткнулся. Они уже понимали, они нам ничего сделать не могли. А сразу после этого зашел некий хмырь, представился, как я представляю ФСБ. Ну, искал то, что мы уже и так понимали. Едем в аэропорт, это обмен. Куда, чего, узнайте потом. Ну, только у меня был один вопрос. А вот все мы тут, кто политзеки? Нас в одно место или в разное будут? Все, все, он подчеркнул, все, да? Там же не только политзеки сидели, да, на обмен. А все в одно место. Ну, ладно, все у нас уже. Уже от нас ничего не зависит. Ехали спокойно, смотрели в окно, болтали между собой. Как вы думаете, будут ли еще подобные обмены? Во-первых, я не знаю, будут или нет. Я могу сказать только надежду. Очень хочется, чтобы были. Мы же знаем, какое неоднозначное отношение к этому совершившемуся обмену. И здесь, в Германии, и в целом мире. И там говорят какие-то, ну, на мой взгляд, просто очень странные и глупые вещи. Типа, ну вот смотрите, меняют русских на русских. Обменяли плохих русских на хороших русских. Вот правильно ли это? Я говорю, ребята, ну, вы подумайте немножко. Но обмен-то другой. Обмен американцев, американских граждан. В чем заинтересована администрация, понятно, Байдена. Обмен целого ряда граждан Германии. Граждан Германии, в том числе, и среди политзеков. Один, да, Кевин. Гражданин Германии. Среди тех, кто признан политзеком, да. Но кроме того, были и граждане Германии, которые вообще не имеют отношения к, там, условно говоря, политике, да. Вот кого меняли. И, конечно, Карамурза, как известная фигура, у которого родственники граждан Америки. И с кем встречался Байден, да, вот с родственниками граждан Америки, включая и родственник Карамурзы. Вот на кого меняли этого убийцу. Ну, и этих шпионов. А мы, мы же прицепные вагоны к паровозу. Хорошо, что нас прицепили, да. Но меняли не на нас. Поэтому это глупо говорить. Русских на русских поменяли. Неправда. А что поменяли, что добавили нас, политзеков, лучше бы, чтобы не добавили политзеков, да. Лучше, чтобы только американских и немецких граждан поменяли на русских убийц. Слава Богу, что в этом переговорном процессе были и российские политзаключенные. И то, что там освободили и там Володю Карамурзу, и Сашу Скочеленко, и вот Вадима Астанина, и там, не знаю, Лилю Чанышеву. Ну, это же просто, ну, счастье. Ну, вопрос всегда возникает, почему меня и почему нет Горинова. Ну, право, вот есть вопросы к некоторым случаям. Ну, наверное, я не должен был бы быть среди первого обмина. Потому что мне сидеть мало и сидел мало. А вот Алексей Горинов, это да. Вопрос к тем, кто прежде всего болеет. Игорь Парышников, да, Алексей Горинов, Зарема Мусаева. Вот эти люди по признаку тяжелого здоровья, действительно, их надо было бы в первую очередь. Значит, теперь надо продолжать. Я очень надеюсь, что это возможно. Еще обмины. И есть некоторые соображения, может быть, куда и как надо действовать в этом плане. Я не буду, я вот говорю, что соображения есть. И мы обсуждали с ребятами даже в самолете, когда летели, некоторые нюансы, как дальше, как вытягивать других. Ну, значит, в этом плане надо работать. Я думаю, ну вот, мы, оказавшись на свободе, будем в этом плане как-то пытаться работать. Удастся? Нет, я не знаю. Посмотрим. Ну, очень, очень надеюсь. Почему вы не уезжали из России, когда у вас уже было уголовное дело? Ну, понимаете, это же то, что называется дистанциальный выбор человека. В конце концов, человек выбирает не только потому, что он думает, что своими шагами он добьется каких-то конкретных вещей. Но есть такой, как, ну, лозунг, наверное, да, некое высказывание, еще стоиками в Древнем Риме сформулированное, которое очень любил мой учитель с большой буквы Сергей Адамович Ковалев, великий правозащитник. Делай, что должно, и будь, что будь. Ну, вот я для себя был, мне казалось, должен остаться, потому что я там возглавлял определенную работу в мемориале, в том числе работу на Северном Кавказе. Мои друзья, коллеги и, так сказать, сотрудники, ну, они здесь работают, а я уеду, да, вот так вот. Ну, неправильно, и вряд ли смогу работать настолько эффективно. Еще мой голос из России, я понимал, пока там будет более слышен. Правда, ну, был слышен, и там моя эта статья небольшая получила широкое распространение. Ну, вообще было слышно, что я говорил. Ну, это надо было, я понимал, вот поэтому не уезжал. Можно ли сейчас свободно заниматься правозащитой, оставаясь в России? Можно, и коллеги занимаются. Реальная работа правозащитная идет в России. Просто она значительно менее эффективна, и уровень ее по масштабам там упал очень сильно. Ну, во-первых, она остается, всегда и останется, ну, например, так, как действовали российские, советские правозащитники. Сбор информации, придание гласности, сбор информации и о политических репрессиях, и вообще о ситуации с правами человека в самых разных направлениях. Ну, это классическое направление деятельности, которой занимались советские диссиденты, да? И юридическая помощь продолжается. Я просто должен сказать, что правозащита в России практически в полуподполье действует. Когда какая-то правозащитная организация кому-то помогает в каком-то случае, не обязательно даже в случае политических репрессий, сплошь и рядом это не пропагандируется, это не объявляется. Работа идет, это важная составляющая, говорить, а вот мы правозащитники делаем так, вот наши дела такие-то, такие-то. Сейчас этого нету, потому что если мы объявим, особенно если это организация иностранный агент, что мы такому человеку помогаем или взаимодействуем с таким-то адвокатом, это будет и человек хуже, и адвокату трудно. Но работа-то в этом деле продолжается. Поэтому да, можно, но все значительно сложнее. Я говорю, де-факто в полуподполье. Как перебороть в себе страх ходить в суды и писать письма полицзаключенным? Нет, это я не знаю, как не бояться, и никаких у меня тут нету особенных рецептов. Я просто знаю, что люди и много людей по-прежнему ходят в суды. Ну, хотя бы у меня на моих судах собиралась масса людей. И когда по ВКС я обжаловал свой приговор уже из тюрьмы, ну, как мне передали, ну, я видел ограниченное количество, потому что зал маленький, но он был маленький, но полный. Но мне сказали, там рядом в зале, где трансляция, он был полный, там была куча народу. Так что люди и ходят, и столько писем. Ну, правда, я никогда не получал и никогда не буду получать, если только снова не сяду. И другие правозащитники, а также получают я вот с несколькими правозащитниками, там, пересекался, знаю, там, в СИЗО, там, и в Москве, и в Сызране. Это не значит, что я с ними сидел, но я знал, как у них обстоят дела. Все получают массу писем. Все вот, если полиц заключенный находится в следственном изоляторе, там, будь он правозащитник, политик, неважно, гражданский активист, любой политзаключенный получает кучу писем, люди им боятся. И это очень важно. И волонтерская помощь, там, с посылками, с передачами. Я же тоже это видел не ко мне, у меня была мощная поддержка от мемориала, но к другим я видел, как это другим важно, политзаключенным, у которых, может, нет такой большой поддержки, они настолько известны, как я. Это правда, это просто вот получить передачу от волонтеров, незнакомых тебе, это колоссальная помощь. Вот человек просто ощущает себя, ну, вот, счастливым. Не потому что, даже потому что есть чего поесть, да, и ты сегодня хорошо поужинаешь, например, а моральной точки зрения. Поэтому это все есть, и слава богу. Почему важно писать письма политзаключенным? Письмо дает ощущение связи с волей. Это очень важно. И дает ощущение, что не зря, да. Для большинства же ведь политзеков – это люди, ну да, может быть, они не ожидали, что их сейчас арестуют. Но они все-таки сделали выбор. Они за, не случайно, а за их работу, за их дела. Для них очень важно понимать, что то, что они делали, и в конце концов их выбор – это не зря. И что с волей есть им поддержка. Вот даже от незнакомых людей. Не стесняйтесь-ка, что вы не знаете политзека, а ему пишите. Это хорошо, это правильно. О чем написать политзаключенному в первом письме? Я же видел, как люди пишут и часто не понимают, и идут по какой-то методичке, типа спросить, какая книга вам больше всего нравится, какой фильм, что вы порекомендуете из стихов. Ну и как у вас, не знаю, в хате, в вашей камере ситуация. Такой стандартный набор вопросов. Ну хорошо, но действуйте этим стандартным вопросом. Не важно, в конце концов, дай бог завяжется. Расскажите о себе просто хотя бы. А где вы были, а что вы делаете? О себе, конечно, это очень важно. Не просто задавайте вопросы, типа, какую книгу вы порекомендуете. Да, это тоже хорошо. Я с удовольствием всегда напишу, и любой политзек откликнется на вопрос. Расскажите о себе. Что вы, какая ваша жизнь, что вас интересует, где вы были. Вот, понимаете, завяжется дальше разговор. Найдется. Это очень важно. Начать разговор, а политзек откликнется. Ну, в его ситуации ему каждое письмо в радость. Другое дело, что надо понимать, и вот опять же хочу сказать всем, не обижайтесь. Не обижайтесь, если политзек вам быстро не отвечает. Если проходит какое-то время, и он через некоторое, может быть, долгое, там, через месяц отвечает на ваше письмо. Если на какие-то письма вам нет ответа, там, не знаю, на какие-то есть, на какие-то нет. Ну, ситуация разная. Человек уходит на этап. Человека перевели в другую хату. У человека, может быть, довольно, там, не знаю, всякая напряженная ситуация. Поэтому не обижайтесь. Она, политзеков, опишите и пишите. Вы протестовали еще против войны в Афганистане. Можно ли сравнить реакции общества на войну тогда и сейчас? Ну, мне кажется, все, в общем-то, относительно похоже и тогда, и сейчас. Просто и тогда, и тогда не было никаких, так сказать, публичных протестов, кроме все-таки более узкого, круга диссидентов, да, против войны в Афганистане. Основная часть общества совсем молчала, да, разговоры на кухне, глухое недовольство, было очевидным образом недовольство этой войной. И пропаганды, кстати, было меньше. Была пропаганда там, как интернациональная помощь, да, ограниченный контингент и интернациональная помощь Афганистану. Понимаете, но в чем-то похоже, конечно, в чем-то нет. Потому что и со стороны государства не было заинтересованности в большом огласке, что там делать. Ну да, это есть. Это надо говорить. Надо говорить о героях, которые там воюют в Афганистане. Но это так, это не в центре пропаганды. Потому что не надо на это обращать особенное внимание. Сейчас ситуация другая, да. Государство ставит эту войну, агрессивную войну против Украины, в центр своей пропаганды. Это чуть ли не там скрепой становится режима, да, значит, герои наши и так далее. А раз такое внимание, то это уже по-другому в обществе воспринимается. И я во время войны в Афганистане, ну, почти не видел вот то, что сейчас называется зет-патриотизм, да. А сейчас он есть, и кто-то искренний. Большинство, конечно, это чистой воды, так сказать, ну, ради выгоды делается, да. Карьера, и деньги прямые, и какая-то поддержка от государства зет-патриотом. Тогда ничего подобного, в общем, особенно не было в обществе. Ну, и зато вот такой все-таки протестов, которые имеют быть место. Сейчас они задавлены, конечно. Ну, как, ну, вот люди сидят, большие сроки, да. Но, тем не менее, и возможностей для протеста тогда было меньше, да. Сейчас пишут в соцсети, так сказать, возможность выразить свое отношение или что-то написать про, там, не знаю, Буча, условно говоря. А сейчас возможно. А тогда что? Ну, тогда можно было написать на листочке бумаги и ночью пойти расклеивать. Поэтому в этом смысле другое. А общее, ну, то, что задавленное общество, запуганное общество, большинство людей, что тогда, что сейчас, вообще предпочитают про это не говорить, не думать и вообще про это не высказываться. Ну, это похоже. Вернулись времена тоталитаризма, да. Ну, что тогда советский тоталитаризм, что теперь путинско-фашистский тоталитаризм. Ну, одно и то же. В чем-то. В чем-то, конечно, разный тоталитаризм, но это тоталитарное государство, тоталитарное общество. Безнадеги не знаю, а травмированность общества сильнее. Ну, хотя бы потому, что причастность к происходящему ужасу, ей-богу, ощущает значительно больше людей, чем тогда. Слушайте, ну, Афганистан, ну, это далеко. Это что-то совершенно чуждое. Это... Ну, кто такие афганцы, люди, ну, не знают. Да, ну, что-то совершенно чужая культура и чужое государство. На тот момент было ощущение у людей. Ну, Украина – это наша, так сказать, родная, можно сказать, куча родственников, друзей, много общего в культуре, в истории. И вдруг мы воюем. Конечно, это людей затрагивает намного больше и травмированность общества больше. А отсюда и ответная реакция, агрессивная, подчас больше. И отсюда закрывание людей и нежелание говорить про это вообще сплошь и рядом довольно агрессивно. Не хочу про это слышать и говорить. Потому что люди понимают, что только им стоит открыть уши и реально начать включать мозги, они внутренне будут страшно травмированы. Как каждый человек, оставаясь в России, может безопасно протестовать? Что представить тебе совсем безопасно? Ну, наверное, возможно. Только это не протестовать. Это создавать, я бы сказал, среду для дальнейших возможных протестов или дальнейших изменений. А не закрывайтесь от информации. Во-первых, черпайте эту информацию. Травмируйте себя. Ну, травмируйте себя. Понимайте, вы ответственны в том числе. И говорите. Говорите с надежными людьми, с хорошими соседями, с хорошими, которым вы доверяете, с родственниками, с друзьями своими. Говорите. Если друзья говорят ваши... Не хочу про это. Говорите, знать не хочу. Попытайтесь. Не насильно, конечно. Не говоря, нет, ты слушай, гад такой. Он должен остаться вашим другом. Не ссорьтесь. Не надо ссориться и рвать с человеком, если только он не зет-патриот. Вот у меня был хороший, был друг. Был. Теперь он мне не друг. Совсем. Он зет-патриот. Ну, с ним не общаться, не говорить ни о чем. А если человек не зет-патриот, а просто говорит, не хочу, мягко, но пытайтесь пробиться через этот купол, который он себя окружает, и поговорите с ним. Поговорите, чтобы понимать, что и вы, и он, вы ответственны за это преступление, которое творит наш режим в Украине. Ну, а дальше, я надеюсь, наступят те времена, когда этот протест сможет выливаться более безопасно и в публичное пространство. И вот тогда вам, тогда вам, от вас надо будет быть готовым в любой момент, когда это произойдет. Выйти на улицы, писать, говорить и так далее. Сейчас они готовы вас призывать, выходить на улицы и писать. Кто готов, Бог вам помощь, дай Бог. Но призывать, практически быть готовым, сесть, я не готов. Но готовы, будьте готовы к тому, что это время наступит, тогда не задерживайтесь. Тогда выходите, пишите, говорите. Вы можете никогда не вернуться домой. Что вы чувствуете, когда слышите эту фразу? Это очень печально, это очень плохо, это очень тяжело. Я пока еще это не осознаю до конца, да, но честно сказать, это ужасно. Какие мысли? Ощущение ужаса. Как так никогда не вернуться в Россию? Ужас. Что вы сделаете первым делом, когда закончится война? Первым делом я выпью за окончание войны. Есть вопрос, как она закончится, понимаете, и не мне, так сказать, указывать украинцам, украинскому народу или украинским политикам, как им заканчивать войну. Это их решение. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась так, как устраивает, как приемлемо для Украины на этих основаниях, чтобы она закончилась. Но в любом случае я выпью за мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok